Кристина Беккер нам пишет, а как дирижировать произведение без размера? Хороший вопрос, мне нравится. Я вам расскажу, значит, на примере произведения Архангельского помышляет день страшный. Большинство верующих людей знает это произведение и знает, что на последней странице идет совершенно безразмерная такая часть. Сейчас я вам ее попробую показать на компьютере. Вот, значит, до этого был у нас три четверти, три четверти, три четверти размер, а вот пошло благоутробнее отче, пошел безразмерные такие вот большие полотна. И все, и на вот этом отсутствии размера, собственно, и заканчивается произведение. Что делается в таких случаях? В таких случаях необходимо уложить вот эту вот безразмерность, так называемую, в размер. Сейчас покажу, как вам это лучше сделать. Сегодня я за оператора и за ведущего, поэтому вот как-то так это будет выглядеть. Значит, смотрим слова, начальные слова, по которым вы сможете аналогично продолжить. «Благоутробнее отче, сыне единородный, души святы, помилуй мяк». Вы берете и начинаете работать сначала с текстом, то есть проставляете ударение. «Благоутробнее отче, сыне единородный, души святы, помилуй мяк». Да, сразу скажу «душе», а не «душе», это церковное произношение. Вот в данном случае, ну, может быть, авторское произношение. Итак, и вы стараетесь вот эти сильные ударения, чтобы применять на сильные доли. А сильными долями у нас являются первая и третья доли. Первая самая сильная, третья относительно сильная доля. Итак, «Благоутробнее», «Отче», все, это пошел новый такт и новый размер, «Отче», «Сыне единородный», да, я уже все это разграничила, чтобы вам было нагляднее, «Души святы», «Милуй мяк». Таким образом у нас получилось, дальше, дальше, вы просто математически считаете вот эти доли. Раз, два, три, четыре, пять, все, пять четвертей, пять четвертей. Тут, раз, два, три, да, пустая нотка, помните, это две четверти будет считаться. Опять, раз, два, три, четыре, пять, пять четвертей, четыре, три. И укладываете все это в размер. В первой части урока я вам рассказываю, как дирижировать пять четвертей. Вот как раз мы это применим на практике. Я говорю слова и дирижирую. «Благоутробнее очи, Сыне единородный, Души святы, Понилуй мяк». Таким образом, лучше всего всю вот эту безразмерность умещать в размер. Особенно, если это касается композиторской музыки. Другое дело обстоит с регенским делом и с щитком. Сейчас я вам расскажу про это, потому что есть вопрос. Есть вопрос на эту тему. Сейчас я его открою. Игла Шпринцева нам пишет. С праздником Благовещения всех! Катя, пожалуйста, расскажите об особенностях регентования церковным хором. Спасибо вам за уроки. Игла, спасибо за комментарии. Я рада, что вам нравятся мои уроки. А теперь касательно вопроса. Особенности регентования церковным хором. Итак, два направления. Первое – это если регент дирижирует по нотам. Соответственно, он дирижирует абсолютно так, как следует дирижировать любому дирижеру. То есть по размеру. Укладывает все это в размер. Две, три, четыре. В зависимости от того, как написал автор. И совершенно другая история с чатком или с глазами. Как дирижируется чаток или глаз? Это максимально мелкий жест с выделением смысловой части. Или с выделением ударений. Или с выделением остановок. Например, «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вы видели, да, что пошел чаток мелкий. Все, рука регента может стоять, может чуть-чуть вот такие вот движения делать. Неважно. Главное регенту поймать вот эту остановку. Или смысловое ударение. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Дальше. «Слава Отцу и Святому Духу». То есть никаких размеров. Он не укладывает это в размеры. Это фактически такое вот дирижирование на раз. Это еле заметное дирижирование. Что касается чатков. И выделение слогов или остановок. В любом случае, если у вас такая потребность возникла, я вам очень советую попробовать сначала поработать с церковными текстами. Представим себя настоящим регентом. И прямо рукой попробовать вот эти ударения половить. Если вы знаете глаз, попробуйте глаз и подирижировать. «Богородица, Дерево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». То же самое все будет. Вы ловите опять же какие-то такие вот смысловые, узловые моменты, чтобы хор от вас не убежал, а хор вместе их исполнил. А, конечно, лучше всего это практика. Практикуйтесь и не бойтесь ошибиться. Тут дело практики. Чем у вас больше практики, тем у вас будет меньше ошибок. Друзья, на этом наш урок подходит к концу. Ваше домашнее задание будет найти произведение и продирижировать его в размере 5 четверти. До встречи через неделю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!